Откровение монаха Авеля Впрочем, о крестьянском сыне, который родился в марте 1757 года в деревне Акуловка Олексинского уезда Тульской губернии, в семье крепостных помещика Нарышкина, мало кто знал до тех пор, пока в возрасте 39 лет он не предстал пред грозным взором главы российского сената генерала Самойлова. Удостоился же такой чести тощий, сморщенный, рано постаревший монах, к тому времени уже с двадцатилетним стажем, за дурацкую привычку писать какие-то пророческие княжонки. А содержание их таково, что за них этот монах, ранее звавшийся Адамом, а теперь Авелем, чаще сидит в тюрьме, чем в келье. — Так что ты там предрек? — хмуро поинтересовался генерал. Авель утерся грязным подрясником, загремев цепями, и вздохнул. Поговорился, что матушка императрица помрет шестого ноября. — Генерал, аж затресься в гневе и страхе! Да как ты посмел? — и ряхнул адъютанту в Петропавловку под лица. Так, девятого марта 1796 года, тощий монах оказался в каменном мешке камеры номер 22 Петропавловской крепости. Это было уже не первое его заключение. За горькую правду на Руси всегда не больно жаловали, и сидеть бы ему в камере, по крайней мере, до скончания века, до пророчества его вскоре оправдалось. Пятого ноября императрицу Екатерину Великую нашли на полу без чувств, а шестого числа она благополучно скончалась. Вступивший на трон Павел I, который был в крупных неладах с матушкой, тут же приказал повыпускать из темниц всех неприятелей Екатерины. Вместе с другими заключенными вышел из крепости и Авель. А поскольку слухи о его пророческом даре дошли и до новоявленного императора, он пожелал видеть монаха лично. Он даже облабузал Авеля на радостях, как-никак именно он предсказал скорую кончину императрицы. И, конечно же, не утерпел и спросил о собственной судьбе, но монах на сей раз только развел руками и ответил уклончиво, «Не все мне открыто». То ли в самом деле не знал, то ли не хотел снова в застенок, кто теперь знает. Во всяком случае, Павел был с монахом милостив и определил его на житие в Невский монастырь, где условия обитания были неплохими и настоятель вовсе не суров. Однако уже через год из монастыря пришел запрос, нельзя ли перевезти Авеля в другой монастырь куда-либо подальше, чтобы не смущал братью. А то рассказывает им разные небылицы, а некоторым так и предрекает точную дату их кончины. Павел повелел перевезти Авеля в Валаамский монастырь. Там порядки куда, как строги. Может, местный настоятель выбьет дурь из строптивца? Да не помогло. В начале восьмисотого года из Валаама пришла рукопись под названием «Зело страшная книга», которую сочинил монах. Книгу прочли сначала в митрополитчей службе, потом в секретной палате, и Авеля снова отправили в Петропавловку. Павел рискнул самолично посетить предсказателя вместе с фавориткой Лопухиной. Пошли к Авелю оба веселые, думали посмеяться над монахом, а вышли напуганные. Как потом засвидетельствовал секретарь министра иностранных дел Лупянский, фаворитка была в слезах, а Павел нервно кусал губы. И ночью император не спал, составлял некое послание. Наутро лично положил бумагу в особый ларец тайной залы Гатчинского дворца, надписав «Вскрыть» потомку нашему в столетний день моей кончины. Сам же с той поры стал бояться даже собственной тени, потому как поведала Лопухина под особым секретом своему очередному любовнику, что проклятый Авель предрек скорую кончину императору, причем не естественную, а убийственную. Вот Павел и стал опасаться всех и вся. Да это ему, как известно, не помогло. Заговор, в котором участвовал его наследник, старший сын Александр, вылился в царе убийства в ночь на 12 марта 1801 года. И снова вступивший на трон очередной император Александр I приказал выпустить Авеля. И снова тот не одумался, в очередной предсказательной книжонке поведал о будущей войне с французами, о сдаче и пожаре Москвы. От Бога слова в год 1802, на 10 июня, 12 день, по-современному говоря, 1812 года, 12 июня, придет царь западный и имя ему Наполеон, предвесел Авель. Александр Павлович, естественно, не поверил предсказателю, мыслимое ли дело сдать врагу первопрестольную, и повелел посадить монаха в соловецкую тюрьму, и пусть сидит, пока пророчества не сбудутся. Пророчества, как известно, сбылись, и в 1813 году Авеля выпустили. Наученный горьким опытом, монах уехал из России, сначала на святую землю в Иерусалим, потом в Афонский монастырь. На родину вернулся уже только помирать, когда был взяло болен. Но перед смертью опять не удержался и предсказал, что после кончины Александра Первого на трон взойдет неожидаемый всеми наследник Константин Павлович, а младший из братьев Романовых Николай Павлович. И снова все повторилось. Едва Николай Первый взошел на престол, как Авеля опять упрятали в застенок, где он и скончался. В арестантском отделении Суздальского Спасо-Ефимьевого монастыря. В 1831 году. На 75-м году жизни. Что, кстати, он сам себя тоже напророчил. Сколько книг он сочинил, никто точно не знает. Историки говорят как минимум о трех. Но ни одна из них не сохранилась. Остались лишь отрывочные сведения об их содержании после тех, кто в эти книжицы заглядывал. К примеру, до поры до времени сохранялось пророчество, записанное рукой Павла Первого и положенное в специальный ларец с указанием «Вскрыть через сто лет». И 12 марта 1901 года Николай Второй решил исполнить волю предка. Двор воспринял эту новость как очередное, пусть и историческое, но развлечение. Придворные кавалеры и фрейлины, улыбаясь и шушукаясь, проводили царственную чету в Гатчинский дворец, где в особой комнате на покрытом темной бархатной скатерчью столе хранился старинный ларец. Но когда Николай Второй с императрицей Александрой Федоровной вернулись в зимний дворец из Гатчины, на них, что называется, лица не было. Ни слова не говоря, монархи прошли мимо притихших придворных и удалились к себе. А вечером придворный истопник по секрету сказал, что государь сжег в камине какие-то бумаги. Таким образом, никто ныне точно не знает, что именно содержалось в послании Павла. Известно лишь, что когда в январе 1903 года одно из салютовавших орудий Петропавловской крепости случайно всадило заряд прямо в беседку, где находился царь, Николай Второй остался невозмутим посреди всеобщей паники, заметив, «До восемнадцатого года я ничего не боюсь. Если, конечно, верить Авелю». Так оно и случилось. Последний император России, Николай Второй, был расстрелян вместе с семьей в Ипатьевском доме в 1918 году. Так закончилось правление династии Романовых.